Он говорил, совсем разрушен, но как-то гордо, без слезы. Мы снова будем жить на суше, чужой угадывать язык, делить на слуги и постройки, узор разглядывать сквозь лёд. Взойдут убогие постройки, трава сквозь камень прорастёт. Набухнут подкоросты вены, созреет многое вино, промолвит голос довоенный. Сними шинель, взгляни на дно, встань пеклом во взрывной воронке. Сойди с порезом на руке, на незнакомой остановке, со словарями в рюкзаке. АПЛОДИСМЕНТЫ Романск. Там за речкой мужчина с аптечкой. Гарнизон, ипотека, семья. Чёрный галстук, серёжки, колечко. Бадминтон, кинозал, полынья. Шесть утра, телефон, пересадка, проездной, выходные, невроз. Свежий воздух, зарядка, палатка, винный спирт, нашатырь, купорос. Понедельник, планёрка, проверка. Двадцать пять, тридцать семь, сорок два. Майский отпуск, картошка, побелка, дальнозоркость, спина, голова. Прорезная, въездная, сквозная. Упаду, поднимусь, подниму. Я стою за рекой. Я не знаю, что к чему, что к чему, что к чему. АПЛОДИСМЕНТЫ Станцы. Мой друг, ах, посмотри последний раз На эти стены с надписью «Спецназ». На эти пол опорок пустоту, На горький чай, не стынущий во рту, На время и безвременье под ним, На дом, где старожил и пилигрин, Надев очки, беседую с утра, На черноту вечернего двора. У бортика качается паром. Прощаться, значит, видеть под углом Наружный тлен и пустоту внутри. Ах, не смотри, пожалуй, не смотри. Спасибо.